Рассмотрим создание собственных компонентов в рамках решаемой нами задачи. Существует два подхода к реализации компонента. Структурный подход и ООП подход. Структурный подход появился достаточно давно в системе. Он называется так, потому что весь основной код, размещенный в файле компонент PHP, выполняется в структурном стиле. В файле компонент PHP происходит основная работа компонента. Обрабатываются параметры, получаются данные, формируется вывод и при необходимости обрабатываются входные данные, например, как с формой обратной связи. Файл Description.PHP содержит описание файла, то есть название на обычном языке, краткое описание, указывается, где он должен размещаться в структуре модулей, которую вы видите в визуальном редакторе. Параметр PHP содержит набор параметров, которые пользователь увидит при редактировании настрой компонента. Все языковые файлы помещаются в папку Leng, а шаблоны компонента в папку templates. А вот так это выглядит в файловой системе. Реализуем задачу, при этом мы не будем набирать код с нуля сами, а кастомизируем компонент. А вообще, в системе достаточно реализовано различных компонентов и блоков кода, которые вы можете брать за основу для реализации своего кода. Чего нельзя делать, так это бездумно копипастить, ваши компоненты должны содержать только тот код, который реально нужен в вашем компоненте и не строчке лишнего. Создаем папку components в папке loco, еще одну папку, которая будет обозначать пространство имен. Берем за основу компонент лента, переименовываем компонент, в файле описания указываем свои данные. В файле настройку убираем то, что нам не нужно. Как видите, тут во всю используется API, которая получает список групп инфоблоков и список инфоблоков по каждой группе. В нашем случае нас интересуют только они, остальные параметры нам не нужны. Обновляем кэш список компонентов и видим нашу группу и в ней наш компонент. Добавляем компонент и видим настройки, как раз те, которые нам нужны. У нас даже что-то вывелось, так как код компонента лента у нас никуда не делся. Теперь удалим почти все самого компонента. Оставим только подключение модуля инфоблоков и подключение шаблона компонента. Реализуем наш запрос на выборку данных из инфоблока. Убираем по хэшу сессии пользователя. Сортируем по дате создания. Собираем только имя страницы и адрес страницы. Больше нам ничего не нужно. К шаблону по умолчанию применим верстку. Проверяем. Все верно. Переносим теперь вызов компонента в нужное место шаблона, где он и должен выводиться. И на главной также работает все верно. Но ссылки почему-то неверные. Где-то ошибка. Пойдем исправим. А вот и ошибка. Неверное имя. Проверяем. Походим по страницам. Да, все отработало именно так, как и нужно. Но существует другой ООП. Подход создания компонента. Это более новый подход. На уровне структуры компонента отличие основное в том, что вместо файла компонента PHP используется файл класс PHP. Содержимое основного файла также кардинально отличается. Теперь вместо кода, написанного в структурном стиле, здесь я использую ООП. Подход. В компоненте создается класс. Все логические части кода должны быть разделены по методам. Но ключевое отличие, кроме написания кода, это возможность наследования от таких компонентов. То есть, если вам нужно изменить код компонента, то вам не нужно копировать весь исходный код. Вы можете унаследоваться и внести изменения только в необходимые методы. Реализуем задачу, используя ООП-подход, чтобы наглядно продемонстрировать разницу. Счетчик при этом остановим. Задачу-то мы уже решили. Переделаем теперь наш компонент. Копируем ранее созданный компонент. Добавим U. Все файлы, кроме компонент PHP, остаются прежними, и нам не нужно их менять как-то. Переименуем компонент PHP в класс PHP и модифицируем. Создаем внутри класс, который наследуем от специального класса ядра. Создаем внутри класса специальный метод, который обязательно должен присутствовать, и в нем подключаем шаблон компонента. Переименовываем языковой файл и с помощью специального метода подключаем его. Подключение модуля помещаем в специальный метод, а часть вызовов заменяем на вызов ядра D7. Плюс вместо просто вывода сообщения об ошибке мы будем выбрасывать исключение. В методе executeComponent вызовем этот метод, проверяющий подключение модуля. Добавим в класс еще один метод, который будет непосредственно получать данные. И вызываем этот метод в executeComponent. Заменяем вызов предыдущего компонента новым. Как видите, все работает так же, а используется уже другой компонент. Все, мы реализовали весь функционал. Теперь еще пару штрихов и можно сдавать сайт.